Всем привет! Сегодня 22 апреля, Московская область. Хочу вам показать теплицы, что растет. Это теплица стеклянная, перечно-огуречная. Здесь выращиваю сладкие перцы на двух боковых грядках, но посередине растут у меня огурцы. Каждый год так делаю. Значит, давайте я вам сразу скажу, когда сеяла рассаду, значит, перцы высевала 16 февраля, вынесла рассаду 6 апреля, а высадила я 12 апреля. Огурцы высевала 1 апреля, высадила рассаду 21 апреля. Перцы выглядят хорошо. Уже развилка. Коронный цветок вот здесь, посередине, я всегда убираю. Все рассады перца уже на бутонах. Посмотрите. Зеленая масса хорошая у перца. По краю грядки я каждый год также высаживаю это редис. Вот уже, наверное, ближе к 1 мая я буду снимать урожай редиса. А может даже и раньше. Хорошие уже корнеплоды. Замульчировано у меня здесь скошенной травой. Также и зелень уже поднялась, и укроп, и кинза. Здесь такая же грядка с перцами. По краю также высажен редис. По середине высаживала выборок. Это лук на зелень. По краю рассады высаживала шпинат уже. Смотрите, какой хороший. Огурцы высадила вчера. Такие они уже хорошие. Огурцы я высаживаю, несмотря ни на что, когда у него уже есть три настоящих листа. Но я подгадываю, конечно, примерную дату высадки. И вот в три листа я высаживаю. То есть не больше. Больше я никогда рассаду не сажаю. Она хорошо приживается именно в таком возрасте. По крайней мере у меня. Здесь вот по второму бортику тоже шпинат высажен. Здесь у меня в рассаде также запасные огурцы. Два штуки. Подсолнух гигантик. Несколько стаканов. Кабачки. Вот здесь рассада. А там у меня люфа. Три пакета. Но это будет в открытом грунте расти. Так, сейчас коротко скажу, что добавляла. Значит, при высадке перцев сладких, огурцов, томатов. Я все вложу одинаково в лунку. Это вот на примере вот такой помет. Ну, здесь в данном случае индюшины или конские. Гранулированы. Очень удобно. Потом золу. Биогумус сухой. Все это аккуратно перемешиваю. Если есть, у меня было немножко еще сопропиле я добавила. Все. Делаю лунку, поливаю и высаживаю рассаду. Вот таким образом я высаживаю всю рассаду. Здесь также рассада. Это листовой салат Мишутка. Хотела высадить в открытый грунт. Не знаю. Наверное, я его высаживать буду в томатную теплицу. У нас еще очень холодно. Там уже вторая партия тоже листового салата Мишутка всходит. Также рассада горошка сладкого. Высаживаю тоже всегда рассадой, потому что прекрасно получается. Если семенами высаживаю, птицы все выклевывают. Это уже на практике. Здесь, значит, у меня по периметру теплица закрыта укромным материалом номер 17. Я тоже так делаю каждый год. Это, во-первых, первое притенение, чтобы рассада не горела. Хоть она у меня была и закаленная, но все же. И холодные все-таки еще дни. Она также как-то сдерживает тепло. Хотя у меня теплица стеклянная и отлично держит тепло. Аккумулирует здесь. У меня вообще теплицы очень теплые. Но все же. Огурцы так, как я вчера высадила. Поэтому поставила дуги и прикрываю тоже спагмондом номер 17 укрывным. Это только для того, чтобы они не подгорели, потому что они у меня выращивались в рассаде в доме. Поэтому я, наверное, с неделю буду накрывать, а потом я дуги, конечно, уберу все. Грядки в междуряде у меня замульчированы щепой древесной. Значит, стоит 200-литровая бочка. Греется вода и поливаю я всю рассаду из бочки, конечно же. Потому что из колодца холодно. Зимой мульчировала я еще с прошлого года в зиму. Это скошенная трава. Пойдет трава, когда газон косит, я также буду мульчировать, чтобы и трава не росла, и влага держалась, чтобы меньше поливать. Ну, так выглядит перечная огуречная теплица. Теперь я вам покажу томатную. Так, эта теплица тоже стеклянная. Здесь я выращиваю высокорослые томаты. Также теплица закрыта по периметру укровным материалом номер 17. Я уже говорила, для чего. Так, пока неудобно ходить, потому что наставлено. Еще ничего нельзя вынести на улицу. Холодно. И ветра очень сильные. Значит, здесь три грядки. Междуряди также замульчированы щепой. Здесь очень большой слой. Кажется, может быть, здесь чуть-чуть, но здесь, наверное, больше 5 сантиметров. И от сорняка спасает прям вот эта щепа на голой земле. И, как видите, трава вообще не растет. И хорошо тоже и влагу держит, и корни томатов сюда, да, выходит, она сдерживает влагу. Замульчированы также у меня томаты скошенной травой. Это с осени. Я просто отодвигала слегка при высадке рассады мульчу. И потом высаживала рассаду и опять накрывала. Опять-таки я это делаю каждый год. Рассада, как видите, хорошая. Я не подвязываю никогда сразу. Буду подвязывать после майских праздников. Потому что если будут холода, морозы, я всегда поставлю дуги и закрою кровным материалом. Или просто его накину, да. А когда уже они подвязаны, ничего не сделаешь. Ну, вот такая рассада. Это запасники рассада. Это я буду давать. Там перцы тоже сладкие. Это на всякий случай, если что-то у меня погибнет в теплицах. Всегда оставляю. Так, что еще? Здесь высажено у меня в мягком контейнере. По-моему, он 35-литровый. Два баклажана. Посмотрите, как они выглядят. Тоже сажают так каждый год. Мне двух кустов достаточно. Это для гриля летом. Все, я не консервирую, потому что никто их не ест. Смотрите, они уже на бутонах. Такая замечательная рассада. Здесь в кашпо высажены острые перцы. По два штуки, чтобы было красиво. Это острые. Они и острые, и декоративные. Посмотрите, с какой черной листвой красивые. Это тоже такие мелкие кусты. Невысокие вот этот повыше. Сорт Сириус. А это вот конфетти, они поменьше. Ну, красиво растут. Прямо как декоративные. В лунку при высадке, я уже вам сказала, добавляю все одно и то же. Сейчас поливаю по умерии высыхания почвы. У меня стандарта нет. Там раз в неделю, там или еще что-то. Как я вижу, что уже земля подсохла, так и поливаю. Буду поливать сейчас. Я просто их водой сегодня утром пролила. А вообще я проливаю. Вот у меня есть гуматкали. И я развожу и проливаю. Здесь у меня растет клематис. Тоже ждет свою высадку. Маленький еще. Вот так выглядит томатная теплица. Здесь также бочка 200 литровая. Отсюда я и поливаю. Она за день хорошо нагревается. Ну, по крайней мере, такой, знаете, температуры более комфортной, чем с колодца. И мне этой бочки хватает пролить. Вот. Теперь хочу вам еще цветы посадить. Которые я высадила в кашпо. Так, ну еще рассаду. Я не показала. Это капуста брокколи у меня. Смотрите, какая хорошенькая. Стоит на улице. Я ее даже не убираю. Хотя и холод, и ветер. Оно у меня стоит здесь между теплицами. Так, еще не сказал такой момент. В каждой теплице у меня стоит вот такой обогреватель. И на ночь я его включаю. Выставляю температуру 22. И он там ее поддерживает. А утром выключаю. Потому что ночь у нас действительно очень холодная. Здесь возле теплицы соорудили такую грядку. Потому что не хватило одной грядки. А значит, буду высаживать сюда кабачки. Вам рассаду показывала. Высажу сюда три штуки. Нам этого будет достаточно. Еще и куром хватит. Здесь два мешка. Это подстилка козья. И дальше здесь еще засыпется по бортике компост. И сюда буду высаживать кабачки. Заодно уж покажу чеснок. Вот он. И зашел. Все хорошо. Смотрите, какой отличный. Он у меня замульчирован. С осени это обрезки от лаванды. Осенняя обрезка лаванды. Здесь чеснок. А здесь однозубки у меня. Для обновления посадочного материала. Теперь по цветочкам кашпо на 40 литров. И я решила сюда высадить всю рассаду бархатцев. Это бархатцы такие тончанние. Или как-то они называются. В общем, низкорослые. С крупными соцветиями. А вся, что рассада у меня была, я решила в одну кашпо большое высадить. Пускай растут. Потому что слишком много уже у меня цветочек кашпо. И здесь им будет отлично. Ну а здесь на застекленной веранде пока находится кашпо с цветами. Я вам показывала, когда их высаживала. В этом году решила выращать в основном пеларгонию. Нравится мне этот очень цветок. Неприхотливый, малоуходный, несорный, красивый. В общем, люблю. Докупила я несколько расцветок. Вот такой алой купила. И розовую. Эти кашпо по 15 литров. И высажена по 3 куста. Значит, было у меня сначала 3 кашпо таких. Но доплела еще 4 теперь. А это уже мои черенки. Здесь белая, должна быть лососевая. Это просто кашпо напольные. А это кашпо подвесные. В подвес. Также высадила в кашпо уже лобелию. Это лобелия розовая и розовая пеларгония. По оттенкам они разные будут. Вот здесь отдельно лобелию тоже посадила. Она, видите, уже цветет. Такие красивые, милые цветы. Лобелию, она кустовая, потому что я ее люблю кустовую. Остальное все лобелию у меня довольно-таки много было. Я высадила уже в открытый грунт. Сейчас чуть потеплеет. Главное, ветер утихнет, потому что у нас ураганы сейчас ветра. И тогда эти все кашпо уйдут на улицу. Ну, такая красота будет в этом году. Замульчировала, чтобы влага меньше испарялась. Это мхом. Это я тоже так делаю каждый год. Подкармливаю я горшочной культурой. Теперь, ну, таким простым, быстрым, растворимым минеральным удобрением. Хотя раньше вообще минералку не покупала, но решила для кашпо буду применять, потому что все-таки ограниченный грунт. Растение его съедает, а дальше уже питаться нечем. В общем, для обильного цветения. Ну, вот таким образом у меня сейчас все выглядит. Есть у меня еще одно кашпо. Вот такая в виде горшочка. Я высаживала сюда красивую виолу. Смотрите. Радует она уже довольно-таки долго цветет. Сейчас отцветет уже. Я сюда высажу другие цветы. Там у лука ксибишин в рассаде. Тоже ждет высадки в грунт. А это лук гигантик. И, конечно же, работа в саду и в цветниках. В следующем видео постараюсь вам показать цветники, потому что я там уже навела порядок. В принципе, все готово. Все чисто и убрано. Ну, а у меня на сегодня все. Я вам желаю всего самого хорошего. Подписывайтесь на канал, заходите в телеграм-канал. И всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok